МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала РБК продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Широтон Плаза в студии Светланы Лосева. Здравствуйте. На одного соискателя в Башкортостане в среднем приходится 4 вакансии, а в промышленном производстве 8 мест на человека. Об этом сегодня на пленарном заседании Всероссийской ярмарки вакансии «Проф. Фест» заявила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. На дефиците кадров сказалась частичная мобилизация, рост экономики и расширение производств. В республике внедряется целый комплекс мер поддержки соискателей и работодателей для решения проблемы кадрового голода. Речь идет о программах субсидируемого найма, когда компания в течение трех месяцев государство выплачивает подъемные на нового работника. В регионе также отдельно обучают специалистов для оборонно-промышленного комплекса. Всего за прошлый год курсы прошли 2761 человек. По этому показателю республика в лидерах среди регионов страны. Также выпускникам колледжей и вузов на завершающей стадии обучения дают возможность пройти оплачиваемую стажировку на предприятиях. Отдельно помогают резидентам особоэкономической зоны Алга и других преференциальных территорий. Мы готовим под ключ сотрудников под заказ инвесторов. Такую работу мы проделали во время открытия резидентов нашей особоэкономической зоны Алга. Это были два швейных предприятия и одно машиностроительное. Это предприятие «Аркада» за спорт. «Аркада» — это фабрика рабочей одежды. «За спорт» — это они шьют для олимпийцев и выпускают конечную продукцию. В целом в стране на предприятиях не хватает 2,5 миллионов специалистов. В конце прошлого года показатель безработицы по методике Международной организации труда составлял 3,2%. В середине этого года — 2,7%. И в продолжении темы. 60% выпускников девятых классов пойдут в техникумы и колледжи. Об этом сообщил директор Уфимского машиностроительного колледжа Булат Мусин. По его словам, средний балл аттестата при поступлении выше четверки. Это значит, что теперь из девятых классов выпускаются не только троечники, но и хорошисты и отличники. Этому способствует повышенный спрос предприятий на рабочих специалистов, а также хороший уровень дохода. Машиностроительный колледж — один из участников федеральной программы «Профессионалитет». Три года назад учебное заведение заключило соглашение с Уфимским моторостроительным производственным объединением. Оборонный холдинг помог колледжу отремонтировать мастерские, закупил станки и оборудование, установил актуальный компьютерный софт. Срок обучения по профессионалитету сократили до одного года десяти месяцев. В течение этого времени студенты выплачивают стипендию. Далее выпускник обязуется в течение минимум трех лет отработать на заводе, получив при этом бронь от службы в армии. Я сейчас нахожусь на первом курсе, нам в колледже выдают отсрочку, а потом, как закончу колледж, мне дадут бронь на отсрочку. Ребята осознанно идут на рабочие профессии, хотят освоить, вот буквально даже при сокращенных сроках обучения за год и десять, это тот же 10-11 класс. Мы уже даем профессию и готовые ребята идут на производство. Если есть желание, они также в производственном учебном центре авиационного кластера «Ростех» могут еще получить дополнительные профессии. Если говорить о ребятах, что выпускаем, мы в этом году более осознанно подошли, что выпускные государственные итоговые аттестации прошли именно в виде демонстрационных экзаменов. Эксперты отмечают, что компании в условиях дефицита кадров основательно подходят не только к набору специалистов на действующий штат, но и формированию кадрового резерва на будущее. Предприятия шефствуют над профильными старшими классами в школах и во время учебы готовы оплатить студентам стоимость съема жилья при отсутствии мест в общежитиях. Кредитные организации за пять месяцев года выдали жителям Башкортостана автокредиты на 32 миллиард рублей. Сумма в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го, следует из данных Национального бюро кредитных историй. В целом по стране объем выданных займов на покупку автомобилей составил 924 миллиарда рублей, что на 107% больше. Столь существенный рост эксперты объясняют эффектом низкой базы из-за дефицита новых машин в начале 2023-го года. В настоящее время высокие темпы выдачи связаны с ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания кредитов. Также эксперты выделяют всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность своих складов, а также субсидированные ставки от производителей. Стоит также отметить, что в январе-майе было выдано рекордное количество займов – 646,5 тысяч. Это на 88% больше. В Башкортостане в последние годы участились случаи отравления некачественными едой и напитками. Об этом РБК УФА сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак. По данным ведомства, в 2023 году в республике зафиксировали 64 случая. Это почти в два раза больше, чем в 2022. Бутулизмом за два года заболели пять человек. Роспотребнадзор по Башкортостану призывает бизнес сегмента Хорика уделить больше внимания соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Зачастую источником заражения, например, острыми кишечными инфекциями, является персонал кафе, ресторанов, развлекательных центров, в том числе для детей, которые попутно предлагают услуги организации питания. Если говорить о пандемии, когда у нас все общепиты были закрыты или были строгие ограничения по поводу расстояния, по поводу санитарно-эпидемиологических требований в объектах общественного питания, то острых кишечных инфекций не было во всей Российской Федерации, Башкортостане в том числе. Далее в 2021 году, в 2022 и по сегодняшний день мы видим, что ситуация нарастает, острые кишечные инфекции. При эпидемиологических расследованиях, когда мы смотрим, в чем же причина, там есть не только несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, но в основном основная проблема и основной источник этой вспышки является персонал. Один из самых громких случаев массового отравления в Башкортостане произошел в мае прошлого года. В инфекционное отделение Милеузовской больницы обратились 17 человек. В ходе расследования выяснилось, что все они ели шаурму в одной из точек общепита. В этом году в нескольких регионах страны госпитализировали более 150 человек из-за отравления готовыми обедами из сервиса доставки. Они начали обращаться в медицинские учреждения с признаками ботулизма с 14 июня. 38 работников агрофирмы «Иртюбяк» получили долгожданную зарплату. После вмешательства прокуратуры им выплатили задолженность в размере 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что сотрудникам фирмы не платили с января по май этого года. За это директора организации привлекли к административной ответственности. Штраф составил 20 тысяч рублей. Также надзорное ведомство предписало руководителю устранить выявленные нарушения. Отмечу, согласно административному кодексу, за несвоевременную выплату зарплаты должностным лицам может грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям от 1 до 5 тысяч, юрлицам от 30 до 50 тысяч рублей. По данным Минтруда Башкортостана, с начала этого года предприятия республики полностью либо частично погасили задолженность по оплате труда на 16 миллионов рублей. В правах были восстановлены 337 работников. Проблемы появления таких долгов находятся на контроле Республиканской межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости населения и своевременной выплаты зарплаты. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РПК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова